Окей, я думаю, да, это парень. Как ты думаешь, сколько ему лет? Как я сюда устроился? Это была вообще какая-то странная история. До сих пор не отдаю отчет, как это все произошло. Очень много работала я. Я тоже. И устала. Окей, хорошо. Пошу вот лягать. Если я лягу, я буду спать. Я должен показать вам, какой у нас красивый вид. Смотрите, прямо старый город, крыши. Это, кстати, улица Янонио. Такая одна из центральных улиц Лайпды с брусчаткой еще. Я знала, что ты теряешь аудиторию и теперь будешь раздеваться, чтобы у тебя было больше подписчиков. Засранка. Давай, эфир. Да то правду не боюсь сказать. Привет! Сегодня пятница, но у меня сегодня такая необычная пятница. Обычно последний рабочий день более свободный, но сегодня я не случайно решил взять с собой камеру, потому что у меня будет просто такой рабочий день, как, знаете, самый крутой понедельник. И также у меня будет возможность показать вам мою новую работу, потому что вот буквально через полтора часа у меня урок в школе, и я возьму камеру с собой, покажу вам нашу школу. Она крутая, действительно. Поехали! Но сначала завтрак чемпиона. Овсяная каша и яйца. Справа. Так, у меня закончился утренний урок, и сейчас есть время немножко рассказать об этой работе. Во-первых, как я сюда устроился. Это была вообще какая-то странная история, до сих пор не отдаю отчет, как это все произошло. Одна моя коллега, Настя, вы ее знаете из моих влогов, в декабре, по-моему, прошлого года, поделилась в фейсбуке информацией, что одна языковая школа в Клайпе действует учителя русского языка. И как-то, я думаю, почему бы нет, тем более я был воодушевлен своим итальянским опытом. Мне очень понравилось, как там преподавали итальянский язык. И я, в принципе, этот опыт уже начал применять со своими студентами, с которыми я занимался онлайн. И я написал, пришел на собеседование, мы немножко поговорили, пообщались с очень милой девушкой. Ее зовут Юлия, я, возможно, вам ее покажу, если сегодня она будет. Она директор этой школы. Ну, окей, окей, если что, мы вам позвоним. Буквально через, мне кажется, несколько часов мне уже в фейсбуке Юлия написала. Сергей, вы нам нужны, могли бы вы провести пробный урок для меня и для Агния. Это как партнер Юлии в этой школе и, ну, по-литовски студию в Адове. По-русски, наверное, Забуч она, то есть она отвечает за всю учебную часть. Я подготовил урок, провел его и, в общем, мне сказали, окей, с Нового года начинаешь. И вот с 2 или с 3 января я уже преподаю в этой школе. Из-за того, что я начал здесь работать, у меня, конечно, стало еще меньше свободного времени, поэтому мне пришлось сократить количество уроков онлайн на Айтолке. Но что уж делать, надо когда-то и отдыхать. Тем более, честно скажу, все-таки работа в школе, когда с живыми людьми ты общаешься, и когда это не уроки один на один, но когда это целая группа, сразу как-то развязаны руки, можно игры разные проводить. И, ну, все-таки онлайн это очень удобно, потому что ты сидишь, и никуда тебе не надо ехать и тратить время, стоя в пробках, но все-таки вот в школе больше кайфа и как-то мне интереснее. Мне очень помогает опыт работы на радио и опыт проведения мероприятий. Я понял, что вообще разницы никакой. К каждому уроку я готовлюсь как к радиопрограмме и как к какому-то корпоративу. То есть мне нужно придумать, чтобы это было интересно, чтобы это было полезно, чтобы это было весело, не скучно, какие-то игры, приколы. Я очень часто использую видео. Мы смотрим там разных влогеров, если уровень уже хороший. Мы играем там даже в компьютерные игры. И таким образом, конечно, повторяем грамматику и так далее. И читаем, и обсуждаем, и дискуссии устраиваем. И мне нравится так иногда сталкивать в хорошем смысле этого слова студентов лбами, когда у двух студентов противоположные точки зрения, они немножко спорят. Каждый доказывает свою точку. В этот момент у них просто просыпается вообще такая энергия, что у них прям русский язык льется. Может быть, я расскажу немножко об особенностях. Вы за моей спиной видите, маленькая доска есть. И перед каждым уроком мы всегда должны написать план, что мы будем делать, и рассказать студентам. Я всегда рассказываю, что сейчас у нас будет словарь, повторение словаря Кахут. Это очень популярная игра. Потом сегодня мы проходили профессии и вещи. То есть профессии на русском языке. И какие вещи, какие предметы есть у представителей тех или иных профессий. И тут мы отрабатывали еще у него есть, у них есть, у нас есть и так далее. Проходили сегодня еще числа от 20 до 100. И была у нас такая практика. Мы все то, что сегодня проходили, повторяли. И не только сегодня, что проходили. После каждого урока мы всегда... Такой у нас чех-лист. Мы проверяем. Так, что мы сегодня выучили. Это выучили. Я еще иногда устраиваю такую, не знаю, забаву. У меня есть выездная виза. Чтобы вы вышли из этого класса, вы должны получить выездную визу. Чтобы ее получить, вы должны сказать по меньшей мере 10 новых слов, которые вы сегодня выучили. Что еще? Этим летом у меня был необычный опыт. У нас был детский лагерь летний в школе. И один день был посвящен русскому языку. И я провел целый день практически с детьми. Потому что они потом приезжали ко мне на радугу. Я могу сказать честно. После этого дня я очень сильно напился. Я прям приехал вечером домой. Ни с горя, ни в коем случае. Просто из меня была высосана вся энергия. Я понял, что людям, которые работают с детьми, ну, нужно платить просто огромные деньги. Потому что дети, безусловно, дают энергию, но они ее и высасывают. Это куча вопросов. Они не всегда тебя слушают. Если в мое время там учитель мог гаркнуть и там, не знаю, еще что-нибудь, что неправильно, конечно. То здесь ты должен объяснить, почему ты не слушаешь. Почему ты вот не делаешь это. И, в общем, я помню, что я прям поехал в магазин. Купил, по-моему, две бутылки вина. И просто вечером их в одно лицо приходовал. Но это был очень интересный опыт. И вот эта работа мне помогла. Во-первых, я ее очень люблю. То есть она стала прямо на одну полку с радио и с проведением мероприятий. Во-вторых, мне еще понравился здесь коллектив. Я просто вообще кайфую от всех этих ребят. У нас очень международный такой коллектив. По-английски говорим мы там, потому что есть преподаватель из Канады Дэрен. У нас, конечно, в административных делах литовский язык. Директор Юлия русскоязычная. С ней мы говорим по-русски. У нас есть прекрасная девушка, которая преподает китайский язык. Она китаянка. По-норвежски тут говорят. Ну, в общем, такая атмосфера очень легкая. Давайте сейчас, наверное, погуляем немножко. Сейчас не очень много народу, потому что еще достаточно рано. Поэтому мы сможем так показать вам, наверное, именно вот помещение, где мы работаем. И, может быть, с кем-нибудь я еще вас познакомлю. Так, это наша учительская комната учителей. Здесь мы готовимся к урокам. У каждого учителя есть своя коробочка. Там со всякими причиндалами, карточками, играми. Есть куча папок, где тоже всякие материалы для учебы. Вот где-то моя карточки, игры. Вот, например, мы когда проходим там одежду, я сделал вырезки из журналов. Я должен показать вам, какой у нас красивый вид. Смотрите, прямо старый город, крыши. Это наш администратор Аугустина Славас. Ламас. Welcome. Кто смотрит в Клайпиде и хочет изучать языки? Вот, смотрите. Брейнстер. Ищите нас в Фейсбуке. У нас есть кухня. Мое любимое место. Смотрите. Да, и все учителя с чувством юмора. У нас тут, знаете, такой чат. Евелина, спасибо за американский шоколад из Нью-Йорка. Вот, что еще вам показать? Ну, здесь такой у нас небольшой мини-холл. Вот так вот все. Это первый класс. Так, комната учительская мы были. Это второй класс, где у меня сегодня было занятие. Это осталось еще из детского лагеря. Дети что-то тут лепили. А, и у нас есть открытки, которые присылают наши студенты с разных концов света. Кто в Америку поехал, кто... Вон, Кёльн, Фаро, Португалия, Риммини. Так что, если хотите, даже если вы не наши студенты, присылайте нам, пожалуйста, открытки. Так, пойдем, я вас познакомлю с Агнием. Надо постучаться. Лабас, привет. Это Агния, студия Вадове. Мы по-русски ее называем как? Не ж, з, завуч. Ай, да, завуч. Завуч, завуч. Агния и Юлия начали брейнстер и работали вдвоем. А сколько у нас сейчас учителей? Шестнадцать. Шестнадцать. И мы преподаем английский. Агния преподает английский. Литовский иностранцам. Русский, норвежский, китайский, испанский. Да, и еще был язык жестов, но никто как-то не... Не захотел. А немецкий у нас будет? Да. А, будет немецкий. А что здесь написано? Кого уволить? А, окей, сори. Это нельзя. Это конфиденциалный. Хорошо. Агния говорит на семи языках? Ой, нет. Это все Юля так говорит. А, Юля говорит. Что я говорю. А вот и Юля, смотрите, директор работает. Да. Работает. И Агния жила в Китае, да? Да. И в Норвегии. Да. Много где жила. Супер. Я-я. Было такое. Так что все приходите к нам в брейнстер заниматься. И я занимаюсь у Агния английским. Очень хороший ученик. Очень хорошая учительница. Ну, хорошей работы. Спасибо. Пока. Пока. Здесь сейчас будет много людей, поэтому все, я выключаю камеру, потому что мы не можем снимать учеников без их согласия. Так, закончил урок. Сейчас еду. А, сейчас я забегу. Тут рядом есть очень хорошее кафе. Я вам покажу. Я там всегда на вынос беру. Там очень вкусные равиоли и салаты. И потом у меня встреча деловая с клиентами. После этого поеду на встречу. Потом на радио. Это, кстати, улица Янонио. Такая одна из центральных улиц. А вот это замечательное кафе. Лавас Ритас. Так много салатов кому-то приготовили. И вот есть меню. Здесь можно все посмотреть. Я очень люблю равиоли и салат с жареной говядиной. А здесь есть паста, которую они сами делают. И всякие равиоли очень вкусные. Ну, короче, здесь можно жить. А, чулавей. Ки-ки. Ки-ки. У меня не было времени снимать, потому что все пошло не по плану. Привет, Настенька. Привет. Это Настенька. Вон сидит Настюшенька. Любовь наша. Я был на встрече с клиентами. И она задержалась. И, в общем, весь план похерился. Я мокрый приехал на радио. Ты сказал слово похерился. Ну, это не мат. Это что? Это нормаль? Нормоль? Вот. А сейчас я попробую поставить камеру. И мы с Настасьей Андреевной чуть-чуть работаем. Обсуждаем разные всякие прикольные новости. Самое малость. У меня отлепилось это. Я знала, что ты теряешь аудиторию. И теперь будешь раздеваться, чтобы у тебя было больше подписчиков. Засранка. Давай, эфир. А то правду не боюсь сказать. Я какие-то настройки сделал на камере. У меня прямо такое лицо розовое, как у поросенка. И глаза голубые. Ты поставил фильтры из снэпчата? Фильтры. Один обозреватель в Daily Mail, его зовут Ричард Литл Джон, сделал скандальное заявление. Я сегодня, значит, вы видели, заехал за едой, приезжаю, Настасья тебе не рассказывал, приезжаю на работу. А у нас поляна в конференц-зале. Шеф заказал в честь пятницы всем суши. Я думаю, елки-палки, 8 евро мог бы сэкономить и не покупать салаты. Успокой меня. Ты хотел салат, а не суши. Я хочу теперь суши, я не хочу этот салат. Вот так и работаем. Мне нравится, у нас такая хорошая атмосфера. Смотри, как у нас весело, Настасья. Самая веселая Настасья. Смотрите, как на Лалуне скучно. Сидят, как в Женю Радиас. Бубня. Бубня. Я шучу. Все по любви. Сегодня какой-то ахтунг. Я уже пожалел сто раз, что взял с собой камеру и решил сегодня снимать влог, потому что все идет вообще не по плану. Я очень не успеваю все, что запланирован. Я сделал половину работы на радио. Я еще не сделал плейлист на выходные, хотя я должен это сделать. Короче, у меня через 20 минут два теста в Брейнстри, в школе. То есть я сейчас еду опять в школу. И потом я, наверное, вернусь сюда на радио, чтобы доделать плейлист все дела. А еще я планировал сегодня на спорт. Короче, у меня уже в обед даже была мысль бросить это дело. И сегодня ничего не снимать, но уже начал. Так надо до конца довести. Все это. Едем назад в школу. Завуч лежит. Лежит. Помаши моим подписчикам. Очень много работала я. Я тоже. И устала. Окей, хорошо. Хочешь вот лягать? Если я лягу, я буду спать. Хорошо. Это эротическая фотосессия. Я думал записать видео в школе, но понял, что у меня уже от помещения и от отсутствия свежего воздуха просто слепается мозг и вываливаются глаза. Поэтому я вышел в такой маленький сквер здесь, на улице Янонио, недалеко от школы, чтобы сказать, что уже 18-17. А я еще не доделал все дела. Я сейчас поеду на радио, потому что, как я говорил, мне нужно доделать плейлист. Я планировал посидеть в школе и еще прочитать завтрашний сценарий мероприятия, которые я веду, но я все-таки успел только подготовиться к уроку на следующей неделе. Все распечатать, все сделать, зато я спокоен. За сценарий я так и не взялся. Наверное, я возьмусь на радио теперь за него. Я надеюсь, что мне хватит сил отправиться еще на спорт. Я не знаю, буду ли я сейчас снимать на радио, потому что мне кажется, что снимать то, как я сижу за компьютером, и так уже очень много подобных видео в моем влоге, я пока еще не очень понимаю, будет ли интересно вам и мне потом смотреть вот такой формат видео, когда, знаете, я просто показываю, как проходит мой день. Так что вы можете написать, интересно ли вам или неинтересно. Дальше работать, пожелайте мне удачи, но пасаран. Сегодня мои друзья-литовцы впервые едут в Калининград. Я сказала, сколько вас будет? Четверо. В Рыбиндериме я видела шесть экскурсионных автобусов из Литвы. Агния боится высоты, она просто по стеночке, по стеночке. Калининград очень красивый ночной. А как культурно все начиналось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok